Коллеги, рады вас приветствовать на нашей встрече. Для нас эти встречи являются таким, мне кажется, очень знаковым событием, где мы рассказываем нашим потенциальным студентам или уже текущим студентам, кто присматривает с каким-то модулям, о том, что же такое сертификация GRP, из чего она состоит и почему так круто. Это эксперту в области CNB, да и не только на самом деле чар-бизнес-партнеру, в том числе, иметь эту сертификацию. И, кстати, я не побоюсь, в принципе, вообще, не побоюсь, так сказать, заметить, что GRP – это единственная международная сертификация в области Total Rewards. Это совокупного поощрения, компенсации льготы, можно это назвать, совокупное вознаграждение, да, то есть тут много разных имен. Ну вот, но факт остается фактом, да, то есть это единственная такая серьезная сертификация. Поэтому очень рада вас сегодня здесь видеть. У нас есть несколько правил, но я думаю, что мы можем смело их все нарушить, потому что у нас небольшая группа, и поэтому любые ваши вопросы, активности в чате, поднимание рук, то есть чувствуйте себя свободно. Наша встреча с вами не для того, чтобы там была какая-то говорящая голова в виде меня. Наша встреча для того, чтобы познакомить вас с сертификацией и постараться максимально ответить на ваши вопросы. Так, с девушками мы познакомились, коллеги, пропуская вас. Давайте расскажу немного о себе. Я являюсь тренером GRP уже три года. Вау-вау-вау. Да, следующий год будет уже четвертым, и кажется, боже мой, это началось все только вчера, Женя. Вот, я не знаю, каждый раз, когда я об этом думаю, у меня прям, не знаю, такие, конечно, ощущения странные. Неужели так быстро время бежит? Вот, у меня есть несколько международных сертификаций, GRP, SHARM, Hogan. Я больше 15 лет в Total Rewards. У меня была возможность, я сейчас работаю в крупной IT-компании МТС Диджитал, руководителем CNB, орг, дева и HR-автоматизации. Вот, до этого у меня была возможность полтора года поработать. Я была международным HR-директором, отвечала за разные локации по всему миру, и вот решила, что надо вернуться в свой альмаматор. Очень люблю компенсации льготы, это мой профиль. И как-то вот ушла в экспертизу снова. Да, то есть у меня много разных проектов, выступлений. Я думаю, с кем-то из вас мы, возможно, знакомы, кстати. Вот, если нет, то обязательно познакомимся. То есть выстраивала разные функции, очень хорошо знаю международный рынок, и в целом в моем портфолио больше 55 разных стран, где я выстраивала функцию Total Rewards. Вот, это про меня. Что мне хотелось бы отметить в GRP, все-таки это, знаете, такие международные стандарты именно такого уровня качества Total Rewards. То есть здесь мы говорим с вами о том, как вот именно ту самую базу, наверное, правильно выстроить, на какие моменты стоит обратить внимание. И есть очень классные модули, такие управленческие, например, как тот же самый Т-7, который является почему-то таким не самым привлекательным, и многие студенты на него так, ну так, косо очень смотрят. Но он очень важный и как бы складывает общую картинку воедино. Ц-8 про ориентацию на коммерческие интересы, бизнес-экюмен, да, то есть он дает понимание того, где Total Rewards вообще в картинке финансовой грамотности, финансовых составляющих. Что у нас здесь еще такого интересного? GR9 про коммуникации. Кстати, очень часто на у GR9 доходят студенты, в основном те, которые получают сертификацию GRP. Ну, кажется, типа, серия, ребят, ну что про коммуникацию, я не знаю, да, типа, почему вы мне хотите научить, что я коммуникацию, что ли, не составлю, письмо по почте мне отправлю. Вот, и это очень большое заблуждение, потому что коммуникации в Total Rewards, значит, очень многое, вот, и мы на них постоянно делаем большой акцент. И вот GR9 один из, на самом деле, таких разрывающих шаблонов, модулей, да, то есть он прям, я помню до сих пор, уже сколько лет прошло, я помню, когда я его сама закончила, я пришла к себе в команду, я тогда работала в Deloitte, я говорю, все, наш мир не будет прежним, мы никогда не будем коммуницировать так, как мы это делали раньше, типа, все, баста, карапузики. Вот, поэтому, да, он такой вот интересный, дополняющий. C3E, кстати, тоже, да, если у вас есть какая-то база, да, с точки зрения компенсации льгот, вы уже ее получили, то C3E, он очень круто прорабатывает харды, работу в Excel, на то, как смотреть данные, да, я очень люблю здесь задавать такой вопрос, и все на нем, к сожалению, ну, чаще всего, давайте так, как-то теряется, что лучше, да, генеральная совокупность или выборка данных, да, типа, где более полные данные, вот. Если продолжать мой, наверное, такой уже начавшийся монолог и презентацию программы GRP, нашей прекрасной сертификации, то, конечно же, нельзя отметить наши флагманы, да, то есть это, наверное, модули, которые пользуются наибольшей популярностью, и они дают как раз-таки ту самую базу, то есть если, например, да, обращаясь к коллегам, кто будет смотреть в записи, и в том числе, если вдруг вы понимаете, что вам нужна какая-то теоретическая фундаментальная база, и вы хотите как-то, да, там, сразу взять большой объемный кусок теории, то у вас, конечно же, это GR1, да, должен быть в фокусе это управление совокупным поощрением, где мы даем все, по чуть-чуть, конечно, но с другой точки зрения это дает понимание как бы всех элементов, а вот все остальные модули, 9 штук, они уже дают вам такие прицельные, то есть знаете, как T-шейп, Т-образное, да, такое обучение, то есть у вас есть вот это как шапочка T, это GR1, а дальше каждый из них, или, например, знаете, как расческа, например, да, дальше каждый модуль вам дает какую-то углубленную экспертизу в своем направлении. Так вот, GR3, а как раз, кстати, у нас на этих выходных тройка, да, по-моему, коллеги, GR3 дает анализ должности, документирование и оценка, то есть если у вас вообще нет никакой структуры, вы не понимаете, как вам построить диапазоны заработной платы, как вам оценить должности, какие методы оценки должностей бывают, что такое больнофакторный метод, вам на GR3. GR4, уже на основе той базы, что вы делаете на GR3, помогает сориентироваться и построить диапазоны заработной платы, вилки, широта их, да, что такое линия политики оплаты труда и так далее. GR6, они прямо тут, видите, как вместе, ну, такие, как, мне почему-то сейчас пришла ассоциация, как бусы, знаете, я вот почему-то эти крошки. Вот, GR6, это следующая бусинка, собственно, да, из ваших десяти, здесь мы говорим только про переменку, то есть тоже важно понимать, что переменная оплата это драйвер вообще ваших затрат, как бы, да, в компании, но слово затрат здесь неуместно, потому что мы же с вами про эффективность, мы с вами про, как максимально результативно использовать средства компании для повышения эффективности наших сотрудников. Я помню, несколько лет назад, когда мне в одной из компаний нужно было выстроить функцию performance management, ну, как-то на английском звучит performance management, как мы это переводим, управление эффективностью, ну, как-то у меня не возникло вопроса, а потом мы что-то начали разговаривать с директором, и она говорит, нет, мы будем строить функцию не управления эффективностью, а управления результативностью и эффективностью. Я такая, окей, Google, хорошо. И теперь, как бы, это абсолютно понятно, да, то есть эффективность это как повышать эффективность наших сотрудников в рамках именно результативности тех результатов, которые мы получаем, да, то есть, ну, понятное дело, о финансовых результатах здесь идет речь. JAR 7, это, в принципе, зеркало JAR 1, то есть JAR 1, это у нас общее управление с целокопным поощрением, JAR 7, это про международку, потому что все-таки есть очень много отличий в разных странах, но начиная с того, что, ну, моя самая любимая затравка, да, что на Филиппинах есть 13-я зарплата и не только в Аргентине 14.12, зарплат годовых, например, да, это называется годовой доход, умножается когда не на 12 месяцев, а на 14.12. Вот, и вот разные такие примочки мы там смотрим. И JAR 17, это у нас про обзоры, как работать с рынками труда, какие есть особенности, на что стоит обращать внимание. Например, любимый мой здесь комментарий заключается в том, что когда вы сопоставляете, например, топ-менеджмент, топ-менеджмент нужно смотреть в рамках там страны, либо региона, либо там всего мира в зависимости от размера вашей организации, задач, которые вы для себя ставите. Вот, в целом это все 10 модулей, которые необходимы вам для того, чтобы получить сертификацию JARP. В зависимости от ваших потребностей и необходимостей вы можете начать ваше обучение с любого модуля, то есть здесь нет каких-либо ограничений, но традиционно наши топ-победители, Даша, Жень, тоже помогайте, пожалуйста, топ-победители это JAR 1, мне кажется, самый популярный, ну и JAR 3, 4, что думаете, Женя, Даша, согласны со мной или я не угадала? Нет, нет, Настя, я абсолютно с тобой согласна, JAR 1, 3, 4, 17. Вот такой костяк. Ну да, то есть получается, JAR 3, 4 дает тебе базу, то есть по окладу и JAR 17 с обзором, ну то есть они такие, да, достаточно популярные, ну и первый он такой, очень объемный у нас, конечно. Да, спасибо тебе большое, Жень. Коллеги, сегодня мой рассказ, наверное, да, такая ознакомительная встреча будет посвящена трем модулям. Мы хотим с вами поделиться и дать информацию такую более детальную про JAR 3, 4, 6, то есть мы с вами поговорим про базу и про 6 модуль, который относится к переменке. В целом, не ожидайте, конечно, что я раскрою все карты, да, это было бы, наверное, неинтересно, вот, для тех, кто продолжит свое обучение, поэтому я немножко вам расскажу по верхам, но, надеюсь, какая-то интересная информация там будет. Прежде чем мы перейдем уже к такой детальной проработке наших трех модулей, мне хочется вам представить модель, это интеллектуальная собственность, модель совокупного поощрения World at Work. Вообще, кстати, ассоциации World at Work, они жуткие крутыши, потому что, несмотря на то, что они, в принципе, монополисты, давайте честно скажем, да, друг другу, именно в рамках исследований и таких нововведений, да, таких в рамках компенсации льгот, ну, либо совокупного поощрения, как мы это шире немножко берем. Несмотря на это, ребята очень активно себя прокачивают, то есть для тех из вас, у кого есть доступ, подписка к сайту World at Work или у кого еще нет, обязательно задумайтесь, это не стоит каких-то очень больших денег в год, если я правильно помню, но при этом тот материал, который вы там найдете, он, конечно, очень крутой. То есть, начиная с того, что они выпускают несколько журналов, да, у них постоянно есть классный бесплатный вебинар, ну, понятное дело, для у кого есть подписка, вот, выпускают бесплатные вебинары и вот вообще всячески себя прокачивают. Поэтому внимательно за ними следите, они прям классные. В целом, что хочется отметить, да, про эту модель, интеллектуальную собственность, что коллеги отмечают, что на стратегии совокупного поощрения, которая состоит из пяти ключевых элементов, влияют внешние и внутренние факторы. С точки зрения внешних факторов здесь речь идет, безусловно, да, про разные социальные нормы, про законодательство в рамках страны, в которой вы оперируете и в которой вы функционируете как компания, конечно же. Artificial intelligence, да, то есть это искусственный интеллект, технологии различные, рынок производства, то есть рынок сбыта, как вы генерите свою выручку. И для компетбена это очень важно понимать. Плюс рынок трудовых ресурсов, кто такие ваши сотрудники, откуда вы их берете, это в каком формате они у вас работают, в формате самозанятых, ГПХ, консультационные договоры, какие-то другие гримманты. И более того, здесь еще такой вопрос, что вы же прекрасно понимаете, да, что есть разные платформы уже всякие. Да, это все здесь. Помимо этого есть внутренние факторы влияния. Мы говорим с вами про стратегию, про культуру внутреннюю. В каждой компании она разная. Трудовые ресурсы. И здесь, наверное, трудовые ресурсы стоит соединить вместе с инглюзией, потому что ключевой момент, что сотрудник же может быть с разными особенностями, в том числе здоровья, возможностей. И, конечно, сейчас, когда мы находимся с вами в очень ограниченных трудовых ресурсах, то мы рассматриваем любые возможности. Это безусловно. Ну и плюс технологии и то, как выстроена сейчас работа позволяет нам привлекать абсолютно разных людей. И последний, заключительный пункт здесь, но, мне кажется, не менее важно, это лидерство. То есть, как оно у нас выстроено, кто такие лидеры у нас. Потому что роль лидера, она очень сильно влияет на ту культуру, в том числе и на HR-стратегию. А HR-стратегия, безусловно, является драйвером для формирования стратегии совокупного поощрения. Вне зависимости от того, что мы с вами делаем, наши все программы, они должны вдохновлять, они должны вызывать и мотивировать наших сотрудников на продуктивность и вызывать чувство приверженности. При этом у нас есть пять ключевых элементов. Это компенсация, благополучие, льготы, развитие и признание. Все это вместе в зависимости от компоновки, развесовки, процентного соотношения у вас, безусловно, влияет на опыт сотрудника. То есть, сотрудник хочет к вам вернуться, хочет продолжать работать в вашей компании, хочет быть, например, вовлеченным, удержанным, замотивированным. Или, например, говорит, ну, знаете, компания такая нормальная, ну, я что-то посмотрю, что там на рынке еще есть. Ну и, безусловно, мы с вами говорим про организационную эффективность, потому что никто не хочет работать в убыточной компании, да, то есть здесь у вас фокус остается на ту самую эффективность и результативность. Безусловно, то есть все, что мы с вами делаем, как говорил Форд, да, каждый пение значим, counts, да, или как по-другому кажется Трамп, да, о том, что каждый доллар должен принести, там, минимум три доллара, по-моему, как-то так это звучало. Вот, поэтому, да, то есть мы с вами очень про бизнес, мы очень про взаимодействие с нашими ключевыми стейкхолдерами. И вообще Компанбен, я считаю, стратегический партнер. Более того, в некоторых структурах и компаниях Компанбен уже выносится за пределами HR и подчиняется напрямую генеральному директору. Например, у меня так было в моей предыдущей компании. Давайте поговорим с вами про модуля. Как раз-таки мне хотелось все-таки привести вам пример одного из ключевых слайдов с HR первого. Это наш первый модуль, где мы говорим про цикл управления программой, о том, что, безусловно, у вас есть корпоративное видение миссии. Дальше у вас, мы спускаемся на следующий уровень, это стратегия бизнеса, которая является драйвером и неким трендом, почему бы нет, да, почему так не сказать, для формирования HR-стратегии. Совокупно HR-стратегия отвечает на несколько ключевых вопросов, да, вне зависимости от индустрии бизнеса. HR-стратегия отвечает на то, какое количество людей в какое время должно быть в компании. Люди должны быть правильно обучены, то есть они должны владеть знаниями, навыками, компетенциями, способностями для того, чтобы выполнять ту работу для достижения стратегии бизнеса. И третий момент, наши люди должны быть что? Они должны быть замотивированы. И как раз таки в мотивации подключаемся мы с вами, это стратегия совокупного поощрения, где мы выстраиваем с вами наши ключевые пять элементов в той развесовке и в том балансе для того, чтобы мотивировать наших сотрудников на ту самую эффективность. Помимо этого, мы с вами внутри компенсации льгот постоянно находимся в разработке и администрировании программ разных, ну и, безусловно, в оценке. То есть на самом деле настоящий компенбен, который действительно горит своим делом и хочет, чтобы функция не просто была какой-то административной единицей, а именно была стратегическим партнером, всегда очень внимательно следить за тем, чтобы программы мотивировали, чтобы они были в комплексе, чтобы они соответствовали стратегии. Да, то получается у вас, например, переменный план тащит ваших сотрудников на увеличение, например, количества контрактов, а по факту, например, операционка у вас с этим не справляется. То есть бизнес-стратегия у вас, например, на другое нацелена. И у вас идет как бы такой раскос того, куда бегут сотрудники, и то, что хочет, может, делает компания. То есть такого, конечно, быть не должно. В целом, если мы передвигаемся с вами уже к GR3, то мне хочется проговорить, естественно, эволюцию поощрения, потому что еще раз повторю, GR3 у нас модуль, который отвечает за анализ, документирование и оценку должности. То есть это все те действия, которые вы должны предпринять перед построением структуры вознаграждения, да, то есть линии политики оплаты труда. О чем мы говорим с вами? Что у нас есть первый уровень, это оплата труда, который состоит из базового оклада и должности, да, то есть должностной инструкции. Дальше оплата труда эволюционировала, и к ней уже добавились такие вещи, как переменная оплата, и это называется компенсация, да, то есть совокупно. Совокупная компенсация – это когда мы говорим о том, что там есть не только база, переменная часть, но и льготы, да, то есть это то, что мы совокупно предлагаем сотруднику. И уже термин «совокупное поощрение» включает в себя уже шесть элементов, где мы говорим с вами не только про компенсацию и льготы, но где появляется эффективный баланс работы жизни – это well-being, признание системы рекогнишена, управление эффективностью, перформанс менеджмент и развитие талантов. Ну, это талант менеджмент, в принципе, можно назвать. Вот, и вы, соответственно, эти шесть элементов тасуете. Понятное дело, что у вас они могут быть все представлены не только в отделе Total Rewards, да, то есть они могут быть по-разному направлены, но совокупно вместе – это то совокупное поощрение ваше предложение, которое вы делаете либо вашим кандидатом, либо уже действующим сотрудником. Продолжая эту историю, безусловно, нельзя не показать вам эту картинку, потому что это трактовка как раз-таки ключевых шагов для того, чтобы создать структуру базовой части оплаты труда. На ней строится, в принципе, JAR 3, JAR 4, где мы с вами говорим о следующем, что для того, чтобы, да, построить структуру базовой части оплаты труда, вам нужно первое – это сделать анализ должности, да, то есть провести определенную подготовительную работу с помощью инструментов, понять, что у вас, какие вообще есть должности, что они делают. Следующая – это этап документирования должности, где вы создаете определенный документ. Более того, обращаю внимание, что должностная инструкция и должностная… и описание должности – это два разных документа. Есть еще job profile, например, да, и мы со студентами очень детально это разбираем, потому что в рамках компенсации или код должностная инструкция – это документ, который не существует. Должностная инструкция – это у нас для оргдела, да, потому что я также в том числе и отвечаю за оргдеф, хорошо в нем разбираюсь, и это больше как бы туда, да, для построения структуры, функционала, подчиненности. Вот, а все-таки если мы говорим про построение оплаты труда, то здесь вам нужен job profile. Следующий этап, третий, называется оценка должности, где вы выбираете тот метод, с помощью которого вы оцениваете должность. И здесь у вас есть определенная развилка. Первое, вы можете оценить должности с помощью данных рынка, это рыночное ценообразование. По-другому, когда вы берете обзор заработных плат и что-то с ним делаете. И второй момент, когда вы выстраиваете оценку должности, исходя из внутреннего содержания должности, и где у вас есть четыре разных метода. Какие? Например, ранжирование, классификация, больно-факторный метод и компонентный. Мы их будем проходить буквально на этих выходных, кстати, вместе с большим кейсом. JAR3, наверное, самый такой интересный модуль с точки зрения поделать. Вот, поэтому те из вас, кто сейчас обеспокоен выстраиванием структуры, нужно ли делать грейдинг или нет, вообще является ли это классным инструментом, то я настоятельно вам рекомендую, потому что вы прям сами сможете справиться с этим вопросом вообще без проблем. Вот, дальше, да, после этапа оценки, как бы такой пред... внутренний, наверное, да, такой подэтап, это согласование внутренних и внешних факторов. И четвертый шаг – это иерархия должностей, когда все должности на базе определенного метода в оценке выстраиваются у вас в определенную последовательность. То есть у каждой должности есть место. Ну и, конечно же, последний этап – это структура базовой части оплаты труда, JAR4. Как раз-таки вот JAR4 просвещен преимущественно всему тому, что нужно сделать для того, чтобы построить эти самые вилки, диапазоны заработных плат. Ну и, конечно же, линию оплаты труда. В целом, да, еще раз проходясь по этим пунктам, да, хочется отметить следующее, что у вас первый шаг, да, это анализ должности, документирование, где у вас создается документ, оценка должности, где вы выбираете, какой фактор вы хотите. А может быть, коллеги, вам не надо выбирать ни внутренний, ни рынок, а вам надо их соединить. Вполне. Я, например, вот у себя в компании, я жду результаты обзора, который у нас придет в ближайшее время, да, буквально через две недели, кстати. Вот, и буду выстраивать структуру базовой части оплаты труда, исходя из обзора заработных плат и внутренней справедливости должности. Да, то есть я это все как бы буду сопоставлять. Вот. Четвертое – это иерархия должностей. Еще раз, да, у каждой должности должно быть место. Ну и, конечно же, пятый, финальный этап – структура базовой части оплаты труда. И, кстати, тот же самый пресловутый грейдинг, он сидит не в тройке, а в пятерке. Да, то есть не пытайтесь себя обмануть, оценка должности – это один из инструментов, да, то есть это один из этапов для того, чтобы выстроить структуру и получить грейды на должностях. Так, давайте дальше. Дальше – это как раз-таки один из примеров, да, на базе которого мы будем обсуждать с вами, на базе которого у вас уже будет строиться линия политики оплаты труда. То есть в рамках JAR3 мы с вами проговорим о том, что такое контрольная должность, как она определяется, что является контрольной должностью, да, конечно же, дадим определение. Вот. Внутренняя ценность – это количество баллов, да, дальше у вас есть текущий оклад и рыночная ставка. Исходя из этих данных, у вас как раз-таки и выстраивается линия политики оплаты труда. Определенным образом вы получаете эти баллы, да, дальше у вас есть, ну, понятно дело, текущие оклады, здесь как бы ничего сложного, надо просто в шаточку заглянуть. Вот. А рыночные ставки – это сопоставление с обзором. Более детально мы это говорим на JAR17, но в рамках JAR3 у нас тоже там будет блок про рыночное ценообразование. И, соответственно, на базе этих данных у вас появляется линия тренда или линия политики оплаты труда. Мы с вами видим, что у нас получается двухосевой график – ось Х и ось У. Ось Х – это относительная ценность должности, ось У – это монетарная величина, ну, короче, деньги. То есть, получается, ось У – деньги, ось Х – это у нас грейды или, например, какой-то другой фактор, да, в зависимости от того, как вы строите свою линию политики оплаты труда. Помимо этого, на графике у нас есть с вами средняя ставка по компании, то есть наши зарплаты в рамках грейдов, например, да, представим, что по оси Х у нас грейды. И средняя рыночная ставка, то есть это данные на грейд по обзору заработной платы. И вы что делаете? Вы выводите текущую линию тренда компании и текущую линию тренда обзора зарплат. И обычно у вас, соответственно, посередине, да, получается линия политики оплаты труда. Вот как раз-таки оно и есть. Так, коллеги, мы с вами двигаемся дальше, уже двигаемся к GR6. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы, хотите ли вы что-то уточнить? Потому что вижу, что к нам еще присоединились участники, чему я, конечно же, очень рада. Поэтому, коллеги, да, если хотите, спрашивайте, пожалуйста, ваш вопрос, можете включать микрофон. Вот, и присоединившиеся коллеги также подскажите, планируете ли вы присоединиться к GR3, к GR4 в ближайшее время? У нас же, по-моему, GR4 тоже скоро будет, да, Женя, Даш, если я правильно помню? Да, 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 будет 17-го. 17-го. GR4, да, Даш. И GR6, это будет 29-30 октября. То есть у нас... Ну, здорово. Да, да. Да, так что, коллеги, обращаюсь к вам. А если у вас какие-то, если вопросов нет, просто ставьте плюсик, это будет мне сигналом, что можно продолжать. Хорошо. Вижу, что так, коллеги пока не отвечают. Давайте тогда я продолжу. В GR6, как говорила ранее, это у нас посвященный переменке модуль. Вот, и здесь есть... Так, давайте посмотрю. Да, спасибо, коллеги. И здесь есть такая ключевая история про три категории переменной части оплаты труда. Что имеется в виду? То есть, кажется, три категории. Ребят, вы вообще о чем? Как бы переменка и переменка. На самом деле, не все так просто. И со стороны, как бы, деления Международная ассоциация World at Work говорит о том, что есть премии. Да, такой классический формат и эквивалентом премии. Это, в принципе, годовая премия, квартальная премия, полугодовая премия. Здесь мы говорим с вами о том, что критерии определены заранее. Размер выплат может варьироваться. Ну, и там есть определенные специфики того, что такое премия. Бонусы. У них тоже есть характеристики. И бонусы, когда мы говорим с вами, что мы платим за что-то, за конкретное действие. Когда сотрудник выполняет определенные условия, бонус не носит регулярный характер. И, соответственно, с точки зрения, наверное, такой характеристики выплаты, премии и бонусы абсолютно разные. То есть премии – это там, где у вас есть цели, они ставятся заранее. Да, там определенный процесс бюджетирования, может быть, самобюджетирование. А бонусы – это точечная выплата. Человек, ну, сотрудник выполнил определенное действие, вы ему выплатили. И признание, что интересно, они вынесены в отдельную категорию – это не бонусы и не премии. То есть это программы признания, в принципе, похожи по своей сутевой составляющей на премии, кстати. Вот, и носит в себе характер, ну, видите, да, денежных выплат, либо иных форм вознаграждения. И относится только к программам признания. То есть когда мы с вами декларируем о том, что вот так вот сотрудник поступил, проявил такие-то волевые качества или, например, такой-то проект забабахал, и вот мы ему говорим спасибо, и признание также может быть в денежном эквиваленте. Хотя не обязательно. Вот, продолжая дальше, у нас GR6, мне хочется проговорить, безусловно, что краеугольным камнем GR6 является три ключевых шага при формировании переменного плана. То есть мы с вами будем прям прорабатывать и обсуждать с вами, что нужно сделать и взять во внимание для разработки эффективного плана, который нацелен на увеличение результативности, да, по вашим финансовым показателям. И здесь выделяется следующее. То есть шаг номер один – это проект. Как вы его формируете, кто его формирует, какая команда является, да, то есть вовлеченный в проект, кто дает обратную связь, так вы его разрабатываете. Второе – это дизайн, то есть какое количество целей вы берете. У вас будет, например, обычная модель, или вы возьмете комиссионную схему, или, например, у вас будет потолок, да, так называемый кэп, или без кэпа, или, например, вот я вам говорю, а вы знаете, дорогие коллеги, в моей компании переменный план начинается при выполнении целей на 80%. И вот, например, да, кажется, о, боже, мы 80%, ну, наверное, нам тоже надо что-то посмотреть. На самом деле 80% – это расчетная величина, и вам ни в коем случае не надо повторять эти 80% в своем плане. Вы должны понять, что такое у вас точка безубыточности, и очень детально прочитать это с вашими финансистами. Я помню, очень долго смеялась, когда в одном из CNB-чатов наши прекрасные коллеги начали мериться, у кого там, где нижняя отсечка. Но как бы так делает компнбэн, который только не умеет дизайнить переменный план. Вот серьезно. Мне, например, если я сейчас пойду, сбегаю по рынку и соберу все переменные планы своих конкурентов, мне вообще по боку, какая у них нижняя отсечка. Ну, на самом деле, да, то есть это вообще ничего не значит. Вот, поэтому это все как бы обсуждается здесь, да, такая механика, и вот в том числе развенчиваются такие мифы. И третий очень важный шаг – это, безусловно, где брать деньги, то есть финансирование и их распределение. В целом, подведя итоги нашей встречи с вами, мне хочется отметить пять таких ключевых вех, почему GRP – это ваше лучшее вложение времени, да, потому что GRP – это серьезная инвестиция с точки зрения вашего обучения, получения новых знаний. то вам придется это время как-то выискивать, да, между вашей работой и семьей. То есть я в свое время получила сертификат GRP, по-моему, за два года или за полтора. Но это было напряжно, честно могу сказать. Но при этом у нас есть суперракеты, студенты, которые могут и, по-моему, за три месяца получить сертификат, да, но они прям учатся-учатся. Так вот, подведя итоги, хочется отметить, что, безусловно, это стандартизация знаний на базе лучших мировых практик и исследований, безусловно, да, потому что World at Work – они монополисты и лучшие игроки на рынке. Работа в командах и с профессионалами рынка обмен опытом, то есть в наших группах всегда занимаются высокоэкспертные профессионалы с большим опытом, с разных индустрий, то есть FMCG, ритейл, IT, индустрии, например, тяжелой промышленности, да, и не только. То есть у нас всегда есть возможность обменяться у госсектор, всегда есть возможность обменяться опытом и поделиться практиками, потому что компонбент – это очень творческая функция в HR, супер-пупер творческая, я бы сказала. Третье – это мировой статус эксперта и существенный рост в профессиональном поле, потому что GRP – это мировой статус, не каждый может получить GRP, у нас серьезная конкуренция, и получить сертификацию – это непросто, пойти там, знаете, какой-то тестик сдать, то есть это тест, у нас, у нас, мои сотрудники, у нас не все студенты сдают экзамены, то есть вам нужно готовиться и иметь статус GRP – это очень почетно, и для вашего резюме, и еще раз подчеркну, да, в профессиональном сообществе. Второе, или можно сказать четвертое, да, я так сверху вниз пошла, получение инструментов, как внедрять в те либы иные практики, то есть после модулей GRP вы точно знаете, что нужно делать. Я помню в какие-то моменты, когда я сама изучала сертификацию, и опыта с какими-то программами у меня не было, и когда мой опыт как бы, да, подталкивал меня к тому, что надо сделать LTI или переменку или еще что-то, ты берешь этот прекрасный учебник, открываешь его, и, значит, собственно, находишь то, что тебе нужно. И последнее, мне кажется, очень важно – это возможность провести самооценку своих знаний, то есть понять, где вы как профессионал относительно вашей экспертизы, ну и, безусловно, увеличить свою стоимость на экспертном сообществе. Потому что, на мой взгляд, сейчас, когда ты не понимаешь, да, что может случиться с точки зрения, там, твоей работы, да, там, как она трансформируется, какие задачи у тебя будут, самое лучшее время для того, чтобы вкладываться именно вот в себя и повышение себя как профессионала. Вот, коллеги, я была очень рада провести с вами этот час. Большое спасибо вам за внимание и буду рада ответить на ваши вопросы. Так что передаю слово вам, дорогие будущие студенты. Спасибо вам. Спасибо тебе большое за такую презентацию, за очень детальное погружение в эти три курса. Мне кажется, коллегам должно было быть интересно. И, пожалуйста, спрашивайте какие-то вопросы, задавайте. Что-то еще, может быть, ускользнуло из нашего внимания. Может быть, что-то захотите уточнить. Коллеги, я вопрос задам, но, наверное, в духе времени. Как мы сейчас говорим, у нас горизонт планирования 10 минут. Но, тем не менее, вот все-таки сертификация – это американская программа, да, и американская сертификация. То есть нет ли каких-то опасений, что программа будет закрыта, что студенты, которые начали учиться, не получат сертификацию, либо будут прерваны какие-то контакты, которые организуют данную программу. Это, наверное, первый вопрос. Второй вопрос, ну, я не знаю, насколько он уместен в целом, что есть ли какой-то аналог или выдается ли документ государственного образца российский. Потому что, ну, допустим, о переподготовке или о повышении квалификации. Потому что мы работаем в России и, ну, видимо, планируем все-таки оставаться в России. Спасибо. Людмила, спасибо большое за вопросы. Давайте тогда я возьму на себя ответ на них. Смотрите, относительно первого вопроса, да, вопрос, наверное, первый, который мне задают, когда люди интересуются, да, данной сертификацией, а что сейчас и какова судьба. Смотрите, программа проходит, да, и вот этот вот день, который стал подразделом 24 февраля, не повлиял на проведение данной сертификации для российских студентов. То есть продолжаем обучать, продолжаем сертифицироваться. И вот, как мы уже выше сказали, люди заканчивают сертификацию. Я понимаю, Людмила и все остальные коллеги, вот так вот зайдешь в программу, да, а потом ее там захлопнут. Мы работаем с нашим партнером, у нас большие планы по развитию других сертификаций. Ну, не буду там кривить душой и там скрывать это. Ну, коллеги тоже получают некоторую материальную выгоду, да, от сотрудничества с российскими студентами, с нами, посредством Сибизии. Поэтому мне кажется, что здесь такой взаимовыгодный отмен знаниями и другими ресурсами. Соответственно, я думаю, что пока никаких беспокойств, вернее, причин для беспокойства нет. Хотя вопрос абсолютно законный. Ответила? Надеюсь, что да. В любом случае, если какие-то опасения, сигнализируйте мне, и мы будем как-то их закрывать. Второй вопрос связан с получением по итогам сертификации диплома переподготовки, о повышении квалификации. Вот, как говорится, чего нет, того нет. Очень бы, может быть, хотелось. И как-то вот эту сертификацию у нас был, кстати, пару лет назад. План ее как-то, не знаю, зарегистрировать, что ли, да, в качестве такого вот инструмента для повышения квалификации. Ну, были какие-то там моменты, которые не позволили это сделать. Ну, и, в общем-то, по какой-то, наверное, ключевой причине, не то, что не очень бы этого и хотелось, но вот именно международность этой программы, международная сертификация, она как бы для нас, для сотрудников, которые работают в CBSD, ну, в общем, выше каких-то, ну, таких вот российских документов. Возможно, сейчас, как говорится, нет ничего высеченного в камне, да, возможно, сейчас, может, нужно еще раз задуматься о том, чтобы эту программу привести к какому-то российскому документу. Ну, пока его нет, Людмила. То есть вы получите по итогам, если сделаете сертификацию, именно международный сертификат. Спасибо. Для резюме, для, может быть, какого-то дальнейшего вашего профессионального пути, это будет весьма неплохо. А вот тут еще вопрос от Риммы. Стоит ли включаться в обучение с нулевым опытом компенбен? Настя, я думаю, что ты давай прокомментируй, пожалуйста. Я скажу. Да, давайте. Чего, Жень, давай, дополняй, и я, ну, подговори, и я дополню тебя. Римма, мы просто сегодня с Риммой уже разговаривали по телефону, да, Римма, и мы, ну, проговаривали, я знаю, про что она Римма спрашивает, да, человек 16 лет посвятил там General HR и большой доку в своей области. Ну, и хочет вот свернуть на топиночку, связанную с СНБ. Поэтому стоит ли включаться в обучение с нулевым опытом? Ну, Римма, я думаю, что опыт, в общем-то, не нулевой, не надо так его, в общем, принижать. Мое мнение, да, конечно, стоит именно через нее, через эту программу, и стоит как раз начать нарабатывать эту профессиональную мышцу. Вот, может быть, просто там с помощью меня, с помощью Насти, естественно, выстроить последовательность курсов как-то очень гармонично, да, для вас, как человека, ну, скажем так, новичка. Настя, прокомментируй, пожалуйста, ты теперь добавь меня или опровергни. Да, спасибо большое. Как я поняла, что опыт все-таки в HR есть, и на самом деле, как я говорила, что в GRP сертификации есть базовые модули, которые потихонечку вас погружают в тему СНБ. То есть, если, например, у вас пока нет опыта такого глубокого, то, безусловно, GRP первый, четвертый, третий – это маст, и они выстраивают базу. Да, то есть, я не думаю, ну, точнее, даже так сказать, я надеюсь, да, что эти знания, они просто как бы, знаете, как пазлы в лего, просто друг на другу будут так вот складываться, и у вас будет создаваться полная картинка. Ну, и тем более, конечно, если вы хотите развиваться в компонбене, для вас это привлекательно, то надо, конечно, вращаться в сообществе как бы таких профессионалов, да, то есть, как кубка набираться этого опыта, правильного опыта, давайте так скажем, да, потому что неправильным научат в другом месте. Вот, поэтому на наших занятиях как раз-таки атмосфера очень дружелюбная, у нас не очень большие группы, мы это делаем осознанно с коллегами, да, для того, чтобы оставалась такая камерная, ну, как, небольшие, да, там, до 10 человек приблизительно, для того, чтобы оставалась камерная обстановка, и каждый мог делиться опытом, рассказывать. И, безусловно, у вас будет возможность и задать вопросы, тем более я как преподаватель, я вообще очень люблю вопросы, и мне кажется, что глупых вопросов не бывает, то есть любой вопрос очень важен, супер-пупер важен. Вот, поэтому думаю, что переживать точно не стоит, и более того, это, знаете, наоборот, вы зададите определенный правильный тон в рамках получения своей базы знаний компонбена. То есть я бы так сказала. Вот, да, так что будем вас ждать. Так, а вижу, больше вопросов пока нет от коллег. Ну, в любом случае, мы остаемся на связи, потому что даже если у вас какие-то вопросы возникнут ко мне после нашей встречи, их всегда можно задать в свободном формате через Женю и Дашу, поэтому я всегда как бы на все отвечаю. Да, абсолютно верно. Супер, ну что ж, коллеги, тогда надеюсь, что с кем-то из вас встретимся в эту субботу-воскресенье. Будет GR3, как раз будем говорить про анализ должности, документирование, оценку. Там очень классный кейс, вот прям серьезно. Наверное, вот из всех GR-ов, GR3 самый крутой с точки зрения проработки, там руками потрогать, то есть вы там будете делиться на группы. Так что надеюсь, что с кем-то увидимся. Спасибо всем за внимание. Да, спасибо, Людмила, и вам. Все, коллеги, всем большое спасибо. Я тогда останавливаю свою презентацию и желаю всем хорошего вечера. Все, пока-пока, коллеги. Спасибо всем коллегам тоже. Спасибо большое за ваше время, за ваши вопросы. Увидимся. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.